Всем привет! С вами Мэтт Сайентист и это канал Патан Амебного Уровня. Мы продолжим изучение клеточного повреждения на примере уже дистрофий. Начнем с паренхематозных дистрофий. Вообще, что такое дистрофия? Это патологический процесс нарушения обмена веществ в клетках и тканях, который проявляется какими-то их структурными изменениями. Слово дистрофия состоит из приставки дис, что значит нарушение, и слово трофика. Поэтому нам нужно еще понять значение слова трофика. Это совокупность механизмов, которые определяют метаболизм и структурную организацию клетки или ткани, которые нужны для выполнения какой-то определенной функции этой самой клетки или ткани. Для того, чтобы трофика работала, нужен достаточно широкий спектр механизмов. Это клеточные механизмы, то есть действия каких-то внутриклеточных белков, которые обусловлены непосредственно генетическим кодом. С ДНК происходит транскрипция, затем трансляция, и формируются какие-то белки, которые осуществляют различные внутриклеточные функции. И вне клеточные. Они обусловлены уже системами организма, как транспортными, например, кровеносная, лимфатическая, так и интегративными, например, нервная, эндокринная или иммунная. Вот на этой картинке представлены основные механизмы регуляции трофики. Вот в правой половине это действия гуморальной регуляции, эндокринных желез. Кроме того, не забыли авторы и о нервной регуляции. Что может быть этиологией дистрофии? Это может быть все. На слайде вы видите, что может быть. Это генетические повреждения, приобретенные слизистыми ферментами атии, и так далее, и тому подобное. Поэтому любое повреждение клетки, любой фактор, который может вызвать повреждение клетки, вспоминаем джентльменский набор идиота из прошлого ролика, посвященного некрозу и апоптозу, может привести к той или иной дистрофии. Какие могут быть проявления дистрофии? Во-первых, это изменение нормального содержания вещества в клетке. Либо его увеличение, либо его уменьшение. Во-вторых, это появление веществ, которые встречаются в норме, в тех местах, в которых в норме они быть не должны. Ну и, наконец-то, появление веществ, которые в норме не встречаются вовсе. По Верхову имеется четыре основных механизма развития дистрофии. Это инфильтрация, декомпозиция, трансформация и извращенный синтез. Рассмотрим каждый из них поподробнее. Для начала мы представим какую-то универсальную, унифицированную схему метаболизма какого-нибудь вещества. Это вещество попадает в клетку через мембрану. Там оно проходит какой-то метаболический путь, в ходе которого какие-то его метаболиты на отдельных этапах идут либо в другие пути метаболизма, либо на синтез чего-нибудь, там органелл, коллагеновых волокон, внеклеточного матрикса, может чего-нибудь еще. Часть идет во внутриклеточный депо, например, гликоген в гепатоцитах или поперечной полосатой мускулатуре. Начнем с инфильтрации. Инфильтрация – это избыточное проникновение продуктов обмена в клетки и межклеточное вещество с последующим их накоплением. Ну, например, накопление белка или липидов в эпителии почек при нефротическом синдроме. В чем суть механизма инфильтрации? При инфильтрации вещество, которое попадает в клетку, попадает в нее в большом количестве. Поэтому в основной метаболический путь все вещество пройти не может. По той банальной причине, что мощность ферментных систем этого не позволяет. В итоге запасы вещества А начинают формироваться внутри клетки, приводя к развитию внутриклеточной дистрофии в виде накопления вещества А. Дальше идет декомпозиция или фонероз. Это распад ультраструктур клетки и межклеточного вещества, который ведет к нарушению клеточного или тканевого метаболизма и накоплению продуктов нарушенного обмена в клетке или, соответственно, в ткани. Вот в качестве примера приведена жировая дистрофия кардиомиоцитов при гипоксии, которая является результатом распада метахон. В нашей схеме часть веществ идет на синтез органелл или еще чего-нибудь. В данном случае, допустим, эти органеллы будут метахондрией. Вспоминаем, метахондрии это мембранные структуры. Раз это мембранные структуры, значит они преимущественно состоят из фосфолипидов. А раз они состоят из фосфолипидов, то при их разрушении будут формироваться структуры, содержащие в себе именно липиды. Поэтому при деструкции метахондрии развивается именно жировая дистрофия. Трансформация это преимущественное образование продуктов одного вида обмена из общих исходных продуктов. Например, усиленная полимеризация глюкозы и трансформация углеводов жиры при сахарном диабете. А также накопление какого-нибудь промежуточного метаболита при тазаурисмозах. С одной стороны, трансформация может развиться в результате избыточной активации каких-то еще путей метаболизма данного вещества, которое приведет к накоплению продуктов уже этих путей метаболизма. С другой стороны, это чаще всего бывает при тазаурисмозах, может наблюдаться дефект терментов, который приводит к блокированию того или иного метаболического пути на каком-то конкретном этапе. В результате в избытке накапливается один промежуточный метаболит, на котором и блокировался весь процесс. И, наконец, извращенный синтез. Это синтез в клетках и тканях веществ, которые там в норме встречаться не должны. Например, амилоидоз или гиалиноз. Вещество А попадает в клетку и в результате каких-то нарушений, обусловленных либо неестественным избытком вещества А, например, если мы говорим об САА-белке при АА-типе амилоидоза, либо еще чего-либо, это вещество начинает формировать свой новый метаболический путь. Например, в случае белка САА формировать характерные амилоидные фибрилы, то есть получается новый метаболический путь, который в норме не встречается. Как дистрофии классифицируются? Они классифицируются по преимущественной локализации метаболических нарушений. Это может быть паренхематозные, которые мы сегодня разбираем, стромально-сосудистые и смешанные. По преобладанию вида нарушенного обмена, белковые, жировые, углеводные, минеральные смешанные. По наличию генетических факторов, наследственные или приобретенные, и по распространенности, общие или местные. Вот на этой картинке представлены наиболее распространенные дистрофии, как паренхематозные, так и стромально-сосудистые. Вот основные механизмы развития дистрофий, в общем-то, мало чем отличаются от механизмов развития некроза. Паренхематозные дистрофии характерны для высокоспециализированных клеток именно паренхемы органов. И отражают недостаточность какого-то ферментативного физиологического механизма, необходимого для выполнения клеткой своей специализированной функции. В разных органах при развитии одного и того же вида дистрофии участвуют разные пато- и морфогенетические механизмы. На этом мы акцентируем внимание, когда будем разбирать механизм жировой дистрофии печени. Кроме того, переход одного вида паренхематозной дистрофии в другой невозможен. Возможно лишь сочетание нескольких видов. Для того, чтобы показать, что из себя представляют паренхематозные дистрофии, я воспользуюсь методом, который использовала одна моя студентка. Вот она на этой картинке. Это метод картинок. Представим себе гипотоцит. Он осуществляет гидролиз глюкоза-6-фосфата с помощью фермента глюкоза-6-фосфатазы на фосфат и глюкозу. Примерно вот таким образом. В случае дефицита глюкоза-6-фосфатазы, который наблюдается при болезни гирки, в избытке накапливается глюкоза-6-фосфат. В результате равновесие реакции смещается в сторону формирования гликогена, что приводит к его накоплению и неблагоприятным последствиям для самого гипотоцита. Паренхематозные белковые дистрофии или диспротеинозы. К ним относятся зернистая дистрофия, геолиново-капельная дистрофия, гидропическая и роговая дистрофии. На этой картинке, которую я позаимствовал из книжки Струкова, показаны принципиальные звенья паренхематозных диспротеинозов, в частности геолиново-капельной и гидропической дистрофии. Но о каждом диспротеинозе подробнее. При зернистой дистрофии или мутном набухании в цитоплазме появляется и азинофильная зернистость. Основные причины это увеличение количества органелл, например, митохондрий. Обычно это развивается вследствие повышения функциональной нагрузки на клетку. А также это донатурация белка и активация шаперонного механизма. Стоит отметить, что процесс зернистой дистрофии обратим, равно как и донатурация белка. Вот на этой картинке представлен шапероновый механизм диспротеинозов. Стресс, нарушение функционирования белка и вот шапероны выпрямляют белок в его вторичную структуру и в дальнейшем белок правильно сворачивается. Если он не может адекватно восстановить свою структуру, то уже развивается следующий вариант дистрофии. Это называется гиалиново-капельная дистрофия. Основной ее причиной является необратимая коагуляция белка из-за поломки шаперонового механизма. Необратимо поврежденные белки присоединяются к белку бигветину, который обеспечивает их расщепление до нетоксичных фрагментов нелизосомальными протеиназами. В итоге в цитоплазме клеток появляются эозинофильные гиалиново-подобные капли, которые по сути своей являются скоплениями коагулированного белка. И в конце концов идет нарушение функции с развитием фокального или тотального коагуляционного некроза. Вот на этой картинке показано, как происходит процесс разрушения белков бигветина. Мономерный бигветин активируется с помощью АТФ. Затем он связывается с поврежденной белковой цепью. Вот мы видим белок, меченный полиубикветином. В дальнейшем в протеосоме под действием АТФ белок разрезается на большое количество мелких фрагментов. И вот мы видим непосредственно процесс разрезания. Белок, меченный бигветином, входит в протеосому и в этой протеосоме разрезается на вышеупомянутые фрагменты. Так, гиалиново-капельная дистрофия чаще всего локализуется в почках при заболевании с первичным поражением гломерулярного фильтра. И может сопровождаться нефротическим синдромом. В печени же гиалиново-капельная дистрофия обычно проявляется посредством телец Мелори. Как правило, они появляются, эти телец Мелори, при алкогольной болезни печени. И вот на этой электронограмме мы видим гиалиново-капельную дистрофию. Вот множественные электронно-плотные включения, которые мы видим во всех клетках. Это и есть вот эти самые гиалиновые капли скопления коагулированного белка, описанные мною выше, являющиеся морфологическим субстратом гиалиново-капельной дистрофии. Вот так она выглядит на уровне микроскопическом. В эпителиоцитах и святых канальцев почек мы видим множественные ярко-эзинофильные гиалиновые капли, которые диффузно располагаются во всем эпителиоците. Вот это вот такие вот внутриклеточные скопления коагулированного белка, которые в дальнейшем могут привести к коагуляционному некрозу клетки. Гидропическая дистрофия проявляется появлением в цитоплазме вакуолий, которые заполнены жидкостью. При этом нарастание гидропии ведет к распаду ультраструктур клетки и переполнению клетки водой. Появлению уже больших вакуолий или баллонов, так называемая баллонная дистрофия, что в итоге ведет к аликвационному некрозу. Основными причинами гидропической дистрофии являются повышение проницаемости мембран, нарушение коллоидно-осматического давления в клетке и активация гидролитических ферментов лизосом, которые разрывают внутримолекулярные связи с присоединением воды. Наиболее важным механизмом является повреждение клеточных мембран. Нарушение целостности липидного бесслоя обусловливает несколько процессов. Во-первых, это осматическое растяжение мембраны, перекисное окисление липидов, действие мембранных фосфолипаз и адсорбция на мембранном слое полиэлектролитов, включая некоторые белки и пептиды. Если мы говорим о набухании клеток, то очень важную роль играет нарушение баланса натрия в самой клетке. Вот на этой картинке мы видим, что огромное количество белков, практически все белки обусловливают ток натрия в клетке, где ее концентрация существенно ниже по сравнению с концентрацией натрия за пределами клетки. Это большое количество белков, как правило, это обменники или котранспортеры, которые ввиду того, что они являются энергонезависимыми белками, спокойно пропускают натрий по градиенту концентрации. И мы имеем только один белок, калий-натриевую атеифазу, который восстанавливает баланс натрия, выкачивая ионы натрия за пределы клетки. Это единственный белок, который обусловливает выкачивание натрия за пределы клетки. Если калий-натриевая атеифаза перестанет работать, а перестать работать она может очень легко, например, в результате гипоксии, по той банальной причине, что калий-натриевая атеифаза потребляет порядка половины всей АТФ, которая синтезирует клетка. Если калий-натриевая атеифаза перестанет работать, то будет нарушен выход натрия из клетки, натрий пойдет в клетку, вслед за натрием по астматическому градиенту пойдет вода, и в результате массивного входа воды в клетку разовьется ее отек, набухание, ну и если воды будет слишком много, клетка лопнет. Кроме того, в условиях гипоксии имеют место увеличение внутриклеточной астматической нагрузки, которая вызвана накоплением метаболитов, таких как неорганический фосфат, локтат или пуриновые нуклеозиты. Наиболее частыми локализациями гидропической дистрофии являются почки, печень и эпидермис. Причем чаще всего это именно почки при повреждении гламерулярного фильтра, что ведет к гиперфильтрации, недостаточности ферментной системы базального лабиринта нефроцитов, и в итоге может развиться так называемый нефротический синдром. В печени гидропическая дистрофия обычно развивается при вирусных или токсических гепатитах, что может в дальнейшем привести к развитию печеночной недостаточности. Вы должны знать основные проявления нефротического синдрома. Основным звеном, наиболее важным является гиперпротеинурия, больше 3 грамм в сутки. Основным следствием из этого является избыточная потеря белка. Потеря белка приводит к гипопротеинэмии. Гипопротеинэмии приводит к снижению онкотического давления плазмы крови. Вспоминаем, что онкотическое давление это осматическое давление белков плазмы крови. Снижение онкотического давления приводит к перераспределению жидкости из кровотока в мягкие ткани. Что будет характеризоваться характерными онкотическими отеками? Это генерализованные отеки с локализацией в тех местах, где отеки в принципе быть не должны, например на лице. Ну и наконец это гипер и дислепидемия, как попытки организма хоть как-то компенсировать недостаток белка и недостаток онкотического давления. Микроскопически гидропическая дистрофия бетелия канальцев в почке характеризуется следующим образом. Просвет канальцев резко сужен, либо вообще не определяется. При этом в самих эпителиоцитах определяются множественные мелкие вакуольки, вот их можно разглядеть, которые заполняют цитоплазму клетки. На электронограмме мы видим уже баллонную дистрофию гептоцита. Здесь есть признаки гидропической дистрофии, вот множество относительно небольших вакуолик, которые сливаются, образуя здоровенное вакуолище или баллон, который является основным орфологическим проявлением баллонной дистрофии и по сути является фокальным коллекционным некрозом. Роговая дистрофия это избыточное образование рогового вещества в клетках многослойного плоского ороговающего петеля или гиперкератоза. У детей иногда можно встретить врожденный гиперкератоз или эфтиоз, который проявляется мощными роговыми отложениями на коже. Некоторые состояния также характеризуются роговой дистрофией и могут быть предраками. Например, это кожный рог. Кроме того, роговой дистрофией является формирование кератина на неороговевающем в норме эпителии слизистых оболочек, так называемая лейкоплакия. Кроме того, это может быть формирование раковых жемчужин в ороговевающем плоскоклеточном раке. Основными причинами роговой дистрофии являются нарушение развития кожи, хроническое воспаление, вирусные инфекции и авитаминозы, как исход, либо восстановление ткани, либо гибель клеток. Вот пример, который знаком многим смотрящим этот видеоролик. Киперкератоз в коже пяточной области, где наблюдается избыточное отложение кератина в эпителиоцитах эпидермиса пяточной области. Вот пример уже врожденного состояния, такого как ихтиоз, где избыточное отложение кератина наблюдается там, где быть оно не должно. В данном случае это кожа боли. Кроме того, врожденный ихтиоз может быть генерализованным, что в итоге является очень и очень неприятным состоянием. Дело в том, что ребенок растет, а поскольку ребенок растет, а кожа из-за гиперкератоза очень плотная, она не может растягиваться под действием роста ребенка. В итоге она постоянно лопается, что приводит к тому, что кожа ребенка становится одной большой эрозией и одними большими воротами для входа инфекции. Что неизбежно приведет к смерти ребенка от каких-либо инфекционных осложнений. Вот пример лейкоплакии, полости рта. Лейкос белый, плакос бляшка. И вот такая белая бляшка находится на дне полости рта, прямо под языком. Вот пример кожного рога, еще одной роговой дистрофии. Который, кстати говоря, может быть причиной рака кожи. Кожный рог является предраковым заболеванием. Кроме того, еще есть ряд наследственных белковых дистрофий, которые связаны уже с нарушением обмена аминокислот. Например, цистеноз, тирозеноз или фенилкетонурия. По старому фенилпировиноградная олигофрения. Паренхематозные жировые дистрофии это патологические состояния, которые сопровождаются накоплением цитоплазмы клеток липидом. Это могут быть нейтральные жиры, фосфолипиды, триглицериды или холестерин. Основные причины развития паренхематозно-жировых дистрофий следующие. Это гиперлипидемия, гепатотропные яды, гипоксия, хронические интоксикации, ряд алиментарных состояний, в первую очередь, это белковые и витаминные недостаточности, а также врожденные ферменты патии. Основные механизмы развития жировых паренхематозных дистрофий это инфильтрация, декомпозиция и трансформация. Чаще всего поражаются печень, почки и миокард. Жировая дистрофия или как ее еще называют стеатоз печени в основном развивается способами инфильтрации и трансформации. Сначала это пылевидная, потом мелкокапельная, потом средняя и крупнокапельная дистрофия. В итоге формируются характерные перстневидные клетки, где ядро оттеснено в периферии жировой вакуолиум. Макроскопически выглядит как гусиная печень. А вот собственно и макроскопическая характеристика гусиной печени или печени при жировой дистрофии. Печень увеличена в размерах, желтого цвета, дряблой консистенции, это все из-за жира, что желтый цвет, что дряблая консистенция. На разрезе имеет характерный жирный блеск, который остается на ноже. Почему ее назвали гусиной? Потому что в ходе приготовления такого замечательного кушения, как паштет, гусей кормят через трубку. Ну то есть им в горло засовывают такую большую трубку и кружкой насыпают им в желудок еду в большом количестве. В итоге из-за такого огромного количества еды гусь очень быстро жиреет. У него развивается жировая дистрофия печени и впоследствии печень этого гуся идет на паштет. Поэтому печень и назвали гусиной. Микроскопически мы видим вот эти самые вакуоли в клетках, которые оттесняют ядро к периферии, делая так называемые перстневидные клетки. То есть вот большая клетка и вот ядро, как печатка перстня, а маленький ободок цитоплазмы вокруг жировой вакуоли, это как сам перстень. Кроме того, жир окрашивается суданом-3 вот в такой ярко-рыжий цвет. Что важно, препараты для окраски суданом-3 нужно первоначально заморозить. Поскольку при классической проводке жир будет растворен и вымыт еще в процессе приготовления препарата. Поэтому препарат нужно заморозить и на креокате нарезать, в дальнейшем покрасить. Механизм развития статоза печени при хронической алкогольной интоксикации. Этанол, который в больших количествах потребляется из алкогольных напитков, превращается в уксусный альдегид с помощью алкогольной гидрогеназы. Уксусный альдегид является высоко токсичным веществом. И он в первую очередь вызывает разрушение митохондрии. Разрушение митохондрии это разрушение их липидного пислоя и формирование из их фосфолипидов таких мономорфных капелек жира, которые скапливаются в цитоплазме. Методом декомпозиции. Кроме того, разрушение митохондрии неизбежно ведет к гипоксии, которая сопровождается с одной стороны снижением синтеза апопротеина, необходимого для того, чтобы жир в составе липопротеинов выходил из гепатоцитов. С другой стороны гипоксия блокирует такой процесс, как бета-окисление высших жирных кислот, смещая равновесие реакции между ацетилко-А и высшими жирными кислотами в сторону последних. Также не стоит забывать о том, что уксусный альдегид метаболизируется в ацетилкофермент А, который в дальнейшем также может превратиться в высшие жирные кислоты. Также стоит помнить, что люди, которые длительно злоупотребляют алкоголем, практически ничего не едят, поскольку образуемого ацетилко-А довольно много и они практически не чувствуют голода. К чему это ведет? Это ведет к тому, что они очень мало едят белковой пищи, что приводит к снижению поступления аминокислот в организм и снижению синтеза апопротеина. При хронической сердечной недостаточности основным механизмом развития стеатоза печени является клеточная гипоксия из-за снижения насосных функций сердца. Она, во-первых, замедляет бета-окисление жирных кислот, во-вторых, замедляет синтез апопротеина. Это я уже описывал на предыдущем слайде. Кроме того, отметим, что гипотоциты преимущественно поражаются в перевинулярной зоне дольки, поскольку там кровь наиболее венозная, содержит меньше всего кислорода, а поэтому гипоксия наиболее сильно выражена. При белково-алиментарной недостаточности, так называемой болезни квашаркор или красный мальчик, основной причиной является отсутствие аминокислот в рационе. Это заболевание характерно для бедных негритянских детей, которым не хватает еды, которые не могут нормально питаться. Вследствие недостатка аминокислот в рационе синтез апопротеина невозможен. И поэтому выведение жиров в составе липопротеинов из гипотоцитов кровь также невозможно. И вот на фото мы видим больного квашаркором с огромной-преогромной печенью, которая деформирует живот ребенка. Жировая дистрофия миокарда имеет два основных патогенетических механизма. Это либо гипоксия кардиомиоцитов, либо какие-то интоксикации, в результате которых нарушается метаболизм жиров. Например, нарушение бета-окисления и корнетин-челночного механизма транспорта жирных кислот, что бывает при дифтерии. В основе лежит, как правило, сочетание инфильтрации и декомпозиции. Микроскопически это либо пылевидная, либо мелкокапельная жировая дистрофия. А макроскопически тигровое сердце. Вот так выглядит это тигровое сердце. Сердце само по себе увеличено в размерах, дряблое. На сосочковых мышцах определяется чередование более бледных, желтых и более темных, коричневых участков, которые напоминают шкуру тигра. Поэтому его и назвали тигров. Микроскопически по ходу мелких вен в кардиомиоцитах определяется множество мелких жировых вакуолек, которые окрашиваются при окраске суданом 3 в оранжевый цвет. На этой микрофотографии мы можем отлично видеть, что наибольшее скопление жиров находится именно по ходу мелких вен. Там, где кислорода меньше всего. На этой электронограмме мы видим, что основным механизмом жировой дистрофии миокарда является декомпозиция митохондрии. То есть вот это когда-то было митохондрии. Вот фрагмент митохондрии, вот еще один фрагмент. А вот большая жировая капля, которая получилась в результате деструкции средней части митохондрии. И то же самое с прилежащими митохондриями в других частях препарата. Если мы говорим о наследственных липидозах, их достаточно много. Это болезнь Гаше, болезнь Иммана Пика, болезнь Тея Сакса и вот еще болезнь Нормана Ландинга. Стоит отметить, что ряд болезней накопления, в частности болезнь Тея Сакса, характерны для определенных национальных групп. Особенно прославилась в плане наследственных ферментов патий, в плане болезней накопления, такая национальная группа, как Еврей Ашкенази. У них огромное количество наследственных лизосомальных болезней накопления. Паренхематозные углеводные дистрофии характеризуются изменением интерцитоплазматического количества таких веществ, как полисахариды, чаще всего именно гликогены, гликопротеиды и гликолипиды. В качестве примеров хочется отметить гликогенную инфильтрацию извитых канальцев почек при гиперглюкозурии при сахарном диабете и накопление муцинов и мукоидов при катаральном воспалении слизистых оболочек, называемая слизистая дистрофия. Кроме того, мы должны помнить про такую группу заболеваний, как наследственные гликогенозы. Имеется 6 типов этих гликогенозов. Это болезни Гирки, Помпея, Форбса-Кори, Андерсона, Маккарда и Герса. Часть из них с нарушением структуры гликогена, часть без нарушения структуры гликогена. Но что важно? Важно то, что при наследственных гликогенозах гликоген не расщепляется нормально, что в свою очередь приводит к тому, что без регулярной глюкозной подпитки больной может банально умереть от гипогликемии. Такие больные страдают постоянно гипогликемией. И смерть во сне от того, что закончились текущие запасы глюкозы, а разложить гликоген, чтобы получить дополнительное количество глюкозы, нет возможности из-за дефицита того или иного фермента. Это характерно в первую очередь для болезни Гирки. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч. До новых встреч.